Мы сейчас будем доказывать левую форму для количества элементов в ряду пары, предпоскодящих х. И для этих целей мы сформулируем и докажем левую форму. Если мы рассмотрим сумму μ от х разделить на d, когда d не предпоскодать х, х это некоторое число большая единица. Это всегда ровно и единица. Что же у нас в данном случае? Сумма по d не превосходящей мю от х разделить. Что такое мю? Мю это сумма не превосходящей пары. Вот там написано, что такое. Ну у нас тут неприятность есть тут х и тут х, да? Надо как-то... А давайте я напишу сумма по d не превосходящей х. А тут у нас я должен поставить значение именно от х, но у меня аргумент там не х, а х разделить на d. Значит я должен получать сумма бю от n по n не превосходящей чего? Х разделить на d. И что же у нас по сути дела получается? Так что здесь сумма по числам d, n, таким что d умножить на n не превосходит х, да? А мю зависит только от х. Ну прекрасно. Давайте сгруппируем слагаемое немножко под угол. Значит мы возьмем d умножить на n. Это будет какая-то переменная k. И мы напишем, что здесь будет сумма по k не превосходящей х. А с данным k какие... Значит мы сгруппируем теперь в одно место все слагаемое с данным k. Значит что же у нас будет? Данная k как может получиться? n может быть каким-то делителем k. А от r будет дополнительно в связи. И мю надо считать мю от r. То есть здесь во внутренней сумме будет сумма по n делящей k мю от r. Прекрасно. И это выражение у нас уже фигурировало. Где? Оно фигурировало в... В свойствах функции мебиоза. В свойствах функции мебиоза, которые были в прошлый раз. Значит в прошлый раз, когда мы доказывали, что функция распределения для рядов форей есть х, и здесь мы доказывали основное свойство функции мебиоза. Что сумма... Оно у нас вот так-то вывоз. В ответили, что n мю от r равняется 1, если n равняется 0. Иначе. Сейчас у нас роль n играет k, а вот d играет n. То есть вот это вот вражение, которое у нас здесь во внутренней стопке, оно равно нулю. Если k больше единицы, и единицы, если k равно единице. То есть это выражение всегда равно нулю. Кроме случая, когда k это единица, первая формальная задача. То есть одно взлагаемое равно единице, а в частности тогда его равно не умеешь выражать, потому что это равна единице. И левому времени доказано. Значит, вот в этот момент левому времени доказано. И так вот это утверждение левому времени, я его сейчас обложу зеленым, оно оказалось доказано. Я собираюсь сейчас это утверждение применить для доказательства левому 2. И это утверждение. Продолжение следует...